Дорогие друзья, мальчики, девочки, приветствую вас на каналах Нейроведьмы, но в этот раз не для расклада, не для самокопания, а просто для подведения итогов года, для поздравлений, для понимания, какой огромный путь мы с вами проделали. И немножко предыстории. Я говорила о том, что если бы я не получала такую обратную связь от аудитории, наверное, мотивации снимать расклады, отдавать достаточно большое количество личного времени, мне было бы намного сложнее. Поэтому по традиции моя огромная благодарность моей аудитории, всем вам. Ну, потому что благодаря вам развивается канал Нейроведьмы, и благодаря вам все-таки счастливых людей становится больше. Я вам очень благодарна за вашу осознанность и за ту осознанность, которая не граничит, знаете, там, ШИЗО и псевдодуховностью. Мне очень нравится читать комментарии, когда вы понимаете, что у вас есть сила выйти из зависимых отношений. Когда я читаю, что вы начинаете жить для себя, не важно, сколько вам лет, в каком возрасте происходит осознание. Иногда наворачиваются слезы, когда я читаю действительно благодарность каналу и всем тем, кто работает над нашими каналами за качество контента, потому что на самом деле для меня это очень важно. Спасибо большое. И все-таки я-то хотела обойтись без расклада, но давайте мы посмотрим, что оставляем в предыдущем году и что приобретаем в новом. Такой, знаете, небольшой экспромт. Ну, потому что это все-таки Нейроведьма. Одно дело, когда я буду желать вам счастья и здоровья, а другое дело, когда мы объективно посмотрим, что уходит. С чем мы будем прощаться с вами в 2020-м? Что на самом деле принес год? Ну, понятно, что это был год потерь, это был год мощной трансформации. Если вы увлекаетесь эзотерикой, наверное, вы слышали о том, что финал 2020 года предполагает это вхождение в новую эру, эру Водолея. О чем будет эта эра? Это новое мировоззрение все-таки, новая энергия. О чем? О том, что, во-первых, информация будет цениться намного выше, чем сейчас. Поэтому, если у вас есть умение получать информацию, трансформировать ее на пользу себе, это, безусловно, очень классное качество. И если вы приобрели его благодаря каналам Нейроведьмы, мы с вами большие молодцы. Потому что я считаю, что мы с вами проделали огромную работу, фактически находясь на рубеже, наблюдая смену эпох. И если мы с вами прорвались в 2021-й, мы большие молодцы. Мы с вами будем избавляться все-таки от груза прошлого, потому что перевернутый туз кубков нам говорит о том, что крайне сложное, тяжело почему-то идти в трансформацию. 2021-й все-таки принесет нам понимание, как это делать. От чего мы избавляемся еще в 2020-м? Мы избавляемся все-таки от осторожности, потому что если нам показывают в 2020-м, что мы, собственно, были учениками, у нас было большое количество трансформационных уроков на открытие анахаты, на то, что мы должны были выйти из зависимых состояний, отношений, отсечения привязок, обретения нового уровня жизни, нового качества жизни. Если мы с этим справились, то давайте смотреть, получим ли мы какие-то ништяки, какие-то бонусы от 2021 года, что, собственно, ждет. А вы знаете, можно даже посмеяться, потому что все-таки звезда перевернутая, может быть, мы даже немножко перестарались, поднимая свою самооценку, потому что нам показывают все-таки здоровый эгоизм. Я вообще, безусловно, этому очень рада, потому что одно, наверное, из моих предназначений и, соответственно, всех тех раскладов, которые вы смотрите, понимание, что я у себя номер один. Пусть мы будем проходить через препятствие повышенного эгоизма, это не так страшно. Это не так страшно. Нам это нужно для того, чтобы освободиться от состояния внутренней жертвенности, как бы все-таки прийти к ресурсному состоянию. Мы будем учиться это делать с вами в 2021 году. Об этом перевернутая семерка жезлов. Она показывает, что мы будем все-таки отсекать все ненужное, все то, что должно остаться в прошлом. Да, это будет сложно. Но зато я понимаю, что мой контент в 2021 году, он все-таки останется востребованным. И самое главное, к чему мы приходим, мы приходим к пониманию себя. Слушайте, ну, круто очень, что мы с вами участвуем в таких высоких и достаточно миссиях. Вот, поэтому я уверена, что прогнозы на 2021, они в любом случае будут радужнее, чем в 2020 году. Это будет год, который пройдет намного легче, чем 2020. Вот, потому что все-таки время перехода-то у нас произошло уже, а дальше будет легче. Дальше будет легче, но это не говорит о том, что совсем не будет никаких уроков жизненных. Они, безусловно, будут, но мы с вами, безусловно, их преодолеем. Вот об этом король мечей, да, что мы включаем голову, да, мы где-то живем рассудком, да, где-то включаем сердце. Но самое главное, что мы все-таки приобретаем позицию осознанных людей. Для многих это будет обнуление. Такое мощное достаточно обнуление, понимание, что я все-таки выхожу в свое предназначение, да, потому что, ну, шут — это всегда начало, да. Возможно, какое-то более легкое отношение к жизни. А для некоторых девочек это действительно приведет к созданию серьезных отношений, понимаете, потому что я сплю и вижу, когда я уже начну выдавать вас там пачками замуж. Замуж я вас выдаю, скажу сразу, но пока еще не пачками, да. Мальчикам я тоже крайне рада на моем канале, да, вас меньше. И мое персональное пожелание Деду Морозу, чтобы все-таки моя аудитория была не только женская, но еще и мужская. Вот такое вот у меня хитрое пожелание. А что бы я вам хотела пожелать? Ну, сказать, что я вам желаю любви. Наверное, любви в первую очередь по отношению к себе, потому что не будет любви к себе, крайне сложно встретить ее в окружающем мире, просто мы ее не сможем принимать. А еще хочу пожелать учиться принимать любовь, принимать заботу, потому что мы не можем отдавать бесконечно безобратные связи. Учитесь получать, как бы вы поймете, что мир более дружелюбный по отношению к вам, да, чем кажется. Многим я желаю выйти, все-таки найти в себе силы выйти из зависимых отношений. Не думайте, пожалуйста, что если партнер уходит в вашу жизнь, обязательно образуется черная дыра. Черная дыра не образуется, если мы понимаем, чем ее заполнить. А заполняем ее в первую очередь любовью к себе. Поэтому такая, знаете, квинтэссенция. Все, что нам нужно, это только любовь. И вот, собственно, об этом, наверное, канал Нейроведьмы. О том, как найти эту любовь к себе, о том, как найти любовь к миру, к окружающим. И не всегда это легкий путь. Потому что мы закрываем сердце, когда нам делают больно. И нам учиться жить с этой болью, нам учиться эту боль отпускать. Мы все с вами взрослые люди. И жить своими детскими травмами, это, конечно, один из безопасных выходов из ситуации. Но, понимаете, он не приводит нас к состоянию счастья. Он приводит нас к такому состоянию, когда мы заключаем себя в клетку, в раковину, как хотите, да, как моллюск. И не понимаем, что мир несет нам намного больше возможностей. И вот хочется, чтобы в 2021 году вы не боялись, хотели, стремились и жаждали получать возможности от мира. А я буду этому способствовать, потому что через вас открываются и мои возможности. И я могу идти на ту глубину, о которой я не подозревала даже год назад. А это не получилось бы, если бы вы не были к этому готовы. Поэтому с наступающим вас 2021 годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok